МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Руководители целого ряда частных детских садов Самары могут выдохнуть. Уголовные дела в отношении них закрывают, проверки прекращают. Напомню историю. В Самаре уже 10 лет некоммерческие садики получают муниципальные субсидии на присмотр и уход за детьми. Это уникальная для России мироподдержка. Она позволяет родителям платить в месяц всего 5960 рублей за посещение ребенком частного учреждения. Сумма фиксированная. Однако при этом детсады предоставляют и дополнительные услуги. Это, например, занятия английским языком, робототехникой, танцами. Все это добровольно, но за отдельную плату. Надзорные органы посчитали такой механизм нарушением закона. В отношении владельцев и руководителей дошкольных учреждений начали возбуждать уголовные дела о мошенничестве. В ситуацию вмешались представители федеральной и региональной общественных палат. Участником тех событий был и непосредственно Павел Александрович Покровский, член общественной палаты России и заместитель председателя общественной палаты Самарской области. Павел Александрович, расскажите, пожалуйста, как решалась проблема? Да, к нам обратились действительно ряд представителей, руководителей наших общественных организаций, которые работают в сегменте дополнительного образования. И мне хочется отметить, что вообще в целом сегмент общественных организаций в Самарской области, он входит в пятерку самых активных на территории всей Российской Федерации. И при возникновении вот этой ситуации, которая, к сожалению, имела достаточно серьезное прогнозирование перехода, в том числе и в судебные органы, наши общественные организации обратились и к нам, и обратились к федеральным коллегам. И к нам приехал действительно очень значимый десант из двух председателей профильных комиссий общественной палаты Российской Федерации, непосредственно моих коллег. И мы собрали большую группу рабочую, на которой мы разбирали создавшуюся ситуацию. Причем, совершенно верно вы отметили, что Самарская область, она первая, она пионер по существу, который смог оказывать именно региональную поддержку. У нас существует поддержка по линии Российской Федерации, это когда компенсируют организациям общественного, дополнительного, извиняюсь, образования, компенсируют заработную плату, ну, воспитателей. А мы, наш регион, и с нас потом, кстати, взяла пример Подмосковье, Ханты-Мансийский автономный округ, мы еще дополнительно финансировали, еще связанное с хозяйственной деятельностью, то есть это коммуналка и это питание. И, соответственно, вот здесь, в нашем постановлении, которое, кстати, было принято, тогда мэр был Дмитрий Игоревич Азаров, это было принято Дмитрием Игоревичем, вот это постановление, 94-е, в нем злополучный пункт 3.2, в котором трактовка вот этого пункта, она позволила органам прокуратуры на совершенно законном основании выставить вопрос, почему у вас получается, что вы помимо получения субсидий из регионального бюджета, вы еще с родителей взимаете деньги. И наша рабочая группа разбиралась, во-первых, в этих коллизиях, и, во-вторых, наши федеральные коллеги нам помогли вот так выстроить диалог, который позволил через взаимодействие с Еленой Владимировной Лапушкиной, которая сегодня возглавляет городской округ Самара, через ее профильный департамент, сначала конкретизировать вопросы, которые поставила прокуратура, потом постараться найти к этим вопросам решение и во взаимодействии с нашими руководителями детских садов, а это, собственно говоря, руководители общественных организаций, если сказать, не коммерческих, постараться найти решение. И наша рабочая группа, несмотря на то, что мы достаточно долгое время совещались, что мы были действительно очень эмоциональны и даже иногда ругались, я не буду это вскрывать, мы пришли к тому, что конкретизировали проблему и потом постарались ее решить. И самое главное, что в конечном итоге мы это смогли сделать, продемонстрировав, что именно общественная палата, как институт гражданского общества, она не только выстраивает диалог общества и власти, но она и решает сложные вопросы, вопросы, которые уходят в правовую плоскость. Мы смогли привести нашу документацию в соответствии с сегодняшним днем. Это было сложно, но очень, собственно говоря, нужно, и мы смогли это сделать. Теперь дошкольные учреждения, некоммерческие, да, могут работать, не боясь. Нужно, конечно, в рамках этого постановления действовать, но это все предназначено для того, чтобы нам вывести из тени те НКО, которые занимаются дополнительным образованием, ввести их в налогооблагаемую базу, и самое главное для нас с вами, для родителей, для жителей Самарской области, чтобы получение вот этой услуги, детский сад, когда ты работаешь, соответственно, у тебя ребенок находится в этом детском саду, но при этом получает какие-то знания новые, чтобы это было не трудно для нашего кармана, и при этом мы разгружаем сегмент муниципальных детских садов, и нам это в помощь, и самое главное, что у нас общественная организация НКО, они вовлечены в проект оказания социальной услуги, я хочу напомнить, что Владимир Владимирович Путин сказал, что у нас к 2025-2027 году треть всех социальных услуг должна оказывать общественная организация, это и повышает привлекательность этого сегмента, и самое главное, это новые рабочие места, и это более гибкий подход, потому что, ну, пандемия показала, что гибкий подход, это, собственно говоря, это наша сегодняшняя данность. Возвращаясь к теме негосударственных садиков, вместе с вами весной вот эту проблему решали коллеги-представители общественной палаты России Елена Тополева-Солдунова и Сергей Рыбальчин. Они приезжали и работали, мы связались с ними, и вот как они прокомментировали свой опыт работы в Самарском регионе. Мы только приехали, разобрались, ну, знаете, опять же так, приехали из Москвы какие-то залетные гости, что-то там покричали, повыясняли, уехали, и все, и там, в основном, и не там. Но вот тут так не случилось, хотя так бывает частенько, да, потому что вот подхватила всю тему общественная палата Самарской области. Им за это спасибо большое, коллегам, да, потому что они этот вопрос совершенно не упускали из внимания, и, собственно, вот эту рабочую группу они координировали, и там проводили встречи, и следили за тем, чтобы все решения были доведены до конца. Так что, ну, мы тут, это пример такой хорошей командной работы Федеральной общественной палаты и общественной палаты региона. Вот, ну, и, конечно, власти тоже нас услышали. Я считаю, что в целом Самарская область может поставить себе большой плюс в том, что, да, нам удалось этот, казалось бы, кризис, да, такой кризис преодолеть, преодолеть совместными усилиями. А мы со своей стороны, я как член общественной палаты, я очень рад, что мы этому могли способствовать. Поэтому надеемся, что в будущем Самарская область сохранит эти лидерские позиции по развитию негосударственного сектора дошкольного образования, который она занимает уже более 10 лет. И мы всегда будем с большим интересом не только наблюдать за тем, как этот опыт развивается, но и способствовать его развитию. Более того, стараться внести изменения в федеральный законодатель, добиться изменений соответствующих, чтобы уникальный опыт, который реализован в Самарской области, стал обычной практикой для всех регионов Российской Федерации. Прежде всего, в интересах детей и родителей. На мой взгляд, это вот показательный пример того, что практически любую проблему можно решить, если встретиться и просто поговорить. Ваши коллеги говорили в беседе, что им довольно часто приходится выступать такими посредниками, проводниками идей между властью, бизнесом, общественными организациями. Вам приходится такую же работу вести? Вы знаете, достаточно часто, и мне хочется здесь поддержать своих федеральных коллег в том плане, что действительно зачастую оно большое видится на расстоянии. И здесь, когда приехали к нам наши московские гости, мы, собственно говоря, не то чтобы решили этот вопрос, а на самом деле мы самое главное показали, что мы можем выстроить диалог, который приводит к развитию сектора общественных организаций. Это было не на словах, а на деле. И нам, общественной палате, тоже приходится достаточно часто эти вопросы решать. И я хочу подчеркнуть, что, например, вот сейчас та объявленная викторина, которая приведет к тому, что у нас появятся люди, которые прошли вакцинирование, они будут поощрены, которые будут зарегистрированы на сайте гражданин Самарской области. Собственно говоря, это тоже палата общественная, она выступает как своего рода такой лидер развития гражданского общества. У нас много вопросов, которые возникают среди профессиональных сообществ. То есть зачастую это даже бывает, ну не просто вопросы, это проблемы, которые мы решаем. В частности, я, например, говорю о тех проблемах, которые нам этим летом озвучивали наши кооператоры из сельского хозяйства. То есть здесь мы смогли, а кооперативы тоже принципиально, конечно, определенный сегмент нашего некоммерческого сектора. И я хочу еще сказать о том, что это не только проблематика, но и на самом деле это реализация возможностей, которые есть у Самарской области. И в частности, я, например, говорю о том, что общественная палата Самарской области, она традиционно поддерживает наши методические образовательные курсы для НКО, для получения грантов по линии фонда президентских грантов. И наши общественники приносят в регион все больше и больше денег, которые идут на решение социальных вопросов. И здесь общественная палата тоже, она выстраивает это взаимодействие, что это было очень профессионально составлено, чтобы по первичному признаку там непрофессионализм это не отсеялось, чтобы это была максимальная эффективность реализации для жителей Самарской области. И самое главное, чтобы это не было как вспышка, их забылось, а чтобы это было системно, чтобы люди, которые вошли в этот проект, чтобы они постоянно в нем находились и, возможно, находили себя для того, чтобы, может быть, выйти на уровень Российской Федерации и представлять Самарскую область, ну, например, в общественной палате Российской Федерации, как мне посчастливилось. А может быть, это какая-то профессиональная сцена, может быть, это развитие креативных индустрий, где снова можно говорить о денежном сопровождении этих проектов. И, конечно, самое главное, это то, где мы можем прославлять Самарскую область, повышая ее привлекательность. Это снова монетизация. Мы говорим о том, что общественная организация, общественная палата работают над конкретными вопросами. И наши москвичи, собственно говоря, это подчеркнули. Это хорошо. Важная задача общественников, еще одна важная, это заключается в контроле и исполнении нацпроектов. Да, вот как об этом говорил ваш коллега Сергей Рыбальченко. Важно понимать, а что мы должны улучшать в каждом регионе, в каждом муниципальном образовании. Дело в том, что национальные проекты по своей структуре состоят из федеральных проектов и региональных проектов. Так вот, все, что касается региональных проектов, здесь региональные общественные палаты имеют и вес, и возможности, и обязаны просто обеспечивать общественный контроль за реализацией региональных проектов, национальных проектов, и участвовать в них, и привлекать общественные организации для участия в них. Павел Александрович, расскажите, как организована такая работа в Самарской области, она только на бумаге, или вам реально приходится выезжать на места, то есть контролировать, общаться с жителями? Руководитель общественной палаты, академик Виктор Сойфер, он всегда свою работу как председатель общественной палаты выстраивает, исходя из эффективности ее деятельности. И поэтому у нас на площадке общественной палаты действует межкомиссионная рабочая группа по контролю за реализацией критериев национальных проектов. Ее возглавляет руководитель нашей обкома профсоюзов Дмитрий Колесников. И я хочу отметить, что это ежемесячные, еженедельные выезды, где мы смотрим на тем, каким образом у нас проходит реализация нацпроектов. Конечно, 2020 год, начало 2021 года, это основной был контроль за реализацией нацпроектов здравоохранения. Понятно почему. Сейчас очень серьезный глаз у нас лежит на нацпроекте образования. Повышение продуктивности, производительности, извиняюсь, труда, это тоже очень серьезно, потому что мы думаем о том, что, понятно, пандемия закончится, но нужно, чтобы рабочие места прирастали. И в качестве примера я хочу сказать, что наша рабочая группа от самого начала до уже завершающей стадии задачи в эксплуатацию прослеживала все этапы строительства нашего дворца спорта, который возводился тоже в рамках нацпроекта. И мне хочется отметить, что те обращения граждан, которые вот близлежащих домов, которые были, по сути дела, жалобы в Москву даже, да, мы их смогли на нашем местном уровне урегулировать. То есть строители пошли нам навстречу, там они сменили график своих строительных работ, потом там были дополнительные подпорные столбы, которые, кстати, увеличили их вложение, но при этом это не повлияло на общую стоимость строительства. И здесь мы это сделали от начала и до конца. Сейчас мы вместе с Самарским областным вещательным агентством, я вас благодарю за это, предложили и получили позитивный отклик от тех людей, которые строят Климовский мост. Мы четко осознаем, насколько он нужен для развития не только Самарской области, не только ее транспортной сферы и в целом связи с сопредельными регионами, да, потому что в любом случае у нас и Казахстан есть рядом, а это даст возможность нашу логистику самарских товаров превратить в то, что они станут более доступными для соседних регионов, соответственно, мы их сможем проще реализовывать. То есть мы поможем и предпринимательскому сообществу, и мы постараемся все этапы строительства Климовского моста так отследить, так увидеть все возникающие вопросы, чтобы это было с минимальными напряжениями для жителей сопредельных наших муниципальных районов Самары. Это очень важно. Спасибо за содержательную беседу. Павел, напоминаю, у нас в гостях был член Общественной палаты России, заместитель председателя региональной общественной палаты Павел Погровский. Всего доброго!